Крещанские купания закончились. Если вы искупаться не решились, то в Нижегородской области есть уникальный водоем, где можно искупаться и поплавать даже в лютый мороз. Вода в Блохнинском озере, которое так и называется теплая, зимой не замерзает. Подробнее Александр Алешин. На речке, которую местные жители назвали теплая, можно независимо от сезона и рыбу ловить, и купаться, и даже утки зимуют в ней. А все потому, что эта речка не замерзает даже в 30-градусный мороз. Ну, здесь сотни, а может быть даже несколько сотен этих птиц. Живут, им нравится, видите, вода теплая, купается, он красиво, как осень. Они здесь перезимуют, и потом все разлетятся по своим местам. Кто любит эту летнюю рыбалку, а ему и зимой охота на удочку, то вот на удочку здесь самое удобное. Здесь и щуки есть, сорожка есть, густерка. Вот это здание Гагрес. Там же на генератор она греется, вода же проходит через это. Они набирают с Волги воду с той стороны. Сюда охлаждают эти турбины, и сюда она выходит. Электростанция не приносит никакого вреда. Здесь даже раки есть. А где раки, значит, вода чистая. Карась даже зимой берет. Он вообще-то летняя рыба. А я даже стихи сочинял про эту речку. Скажите, скажите. Вот здесь я хожу рядом на работу, и здесь такой хлам. Блохнинцы, ваша мать, неужели вам приятно на помойке отдыхать? Взяли лучше по пакету, да собрали мусор этот. Отвезли бы его на свалку, а потом и на рыбалку. Так, прохладно. Прохладная водичка, несмотря на то, что пар запросился. Попробуем, что это такое. Достаточно холодно. Как вода-то? Ну, достаточно холодная. Ну, какой-то вон комфорт в ней. Мягкая какая-то она. Очень мягкая, да. Мягкая какая-то, действительно, обратили внимание. Не колется ничего, обычная колется, а тут прямо замечательная. Даже на горе водоросли растут. Да-да-да, удивительное явление, удивительное. Прорубь не надо не чистить, ничего сил не расходовать, времени надо расходовать. Приехать, поплавать туда-сюда, позаниматься, это просто бесценно, я считаю. В Нижегородской области я не знаю еще таких интересных озер.